Каждого, кто владеет сотовым телефоном, хотя бы раз пытались обмануть. Мошенники придумывают все более изощренные методы отъема денег. Какие виды мошенничества наиболее популярны сегодня и как не стать жертвой аферистов? Эти вопросы обсуждали сегодня на пресс-конференции с участием сотрудников криминальной полиции. В 2011 году выявлено 347 преступлений в форме мошенничества. Из них финансовая деятельность, преступление, которое относится к финансовым действиям, составляет 307 преступлений. Мошенники делятся на две группы. Одни пытаются нажиться, обманывая кредитные организации. Пытаются незаконно оформить кредиты и получить страховку за фиктивное ДТП. Вторая группа аферистов зарабатывает на обмане граждан. Самый распространенный способ – телефонное вымогательство. В ходе этой беседы, когда они уже увлекают своим разговором граждан, в основном от людей, престарелого возраста, они начинают уже рассказывать о том, что там их рост, не взять сын и внук, совершил ДТП, но можно это делать за месяц, в связи с чем надо заплатить определенную сумму денег. Гадание и снятие несуществующей порчи. Посылки с кирпичом вместо заказанного по интернету товара, чудо-сковородки и волшебные лекарства за нереальные суммы. На какие только уловки не идут мошенники ради наживы. Если вы заподозрили неладное, позвоните 02 и опишите ситуацию. Однако в первую очередь, предупреждают сотрудники, надо самим быть бдительными. Никто отданных мошенникам денег вам не вернет. Александра Сидоровнина, Алексей Чудин. Новости. Телеобъектив. Продолжение следует. Продолжение следует...